Одноглазый Клифф в упор смотрел на Макса Щеглова. Единственный его зрачок изучал молодого человека с большим любопытством. Поправив кожаную повязку, тучный мужчина хриплым голосом спросил «Сколько денег должен мне твой брат, Щегол?» Парень опустил голову и негромко промямлил «Много, очень много!» Толстяк скрестил руки на груди. «Он сбежал! Он трус! Я бы убил его, если бы знал, где он! Но его нет! И я отниму жизнь того, кто ему ближе всех! Жизнь его брата!» Телохранитель, стоявший в углу, откинул край пиджака и положил руку на пистолет. Макс зажмурил глаза. Он понял, что пришел его час. «Или ты можешь сыграть в кальмара. Организаторы дорого платят за игроков. Я отдам им тебя, они за тебя выплатят крупную сумму, и твой брат мне ничего не должен. Ты своей жизнью искупишь его долг». Макс удивленно уставился в единственный глаз Клиффа. Он впервые слышал о такой игре, но понимал, что это его единственный шанс, и робко кивнул. «Дайте ему пилюлю!» – прохрипел Толстяк. Охранник протянул из темноты руку, на ладони которой лежала зеленая таблетка. Макс выпил ее, не запивая. Засыпая, он услышал голос Одноглазого. «Там выжить невозможно. Но если выживешь, станешь богатым». Сколько Макс был в отключке, он не знал. Но судя по тому, как затекло тело долго. По щекам его кто-то бил. Это была девушка. Молодая, коротко стриженная и очень красивая. «Просыпайся! Начинается первое испытание! Если не очнешься, тебя убьют!» Макс сел и огляделся по сторонам. Вокруг него было не меньше ста человек. В полумраке лиц было не разглядеть. Под потолком висела огромная стеклянная свинья, доверху набитая деньгами. Двери в дальнем углу огромного пространства распахнулись, и оттуда вышли три человека в красных комбинезонах. На лицах были черные маски с нарисованными квадратами. Перед собой они катили стол с бокалами. Следом вышел еще один человек в темном костюме и черной маске с угловатым носом. Первое испытание называется «Пей до дна». Далее он рассказал, что каждый должен выпить стакан воды. Тот, кто утром проснется, продолжит испытание, а кто нет, тот выбывает. Игроки стали подходить к столу и залпом выпивать содержимое. Макс был предпоследним. Следом за ним была только та девушка, что его будила. Через две минуты все игроки спали. Щегол проснулся от громкого воя сирены. Он открыл глаза и встал с кровати. Голова кружилась. Следом за ним поднялись всего четыре человека. Среди них был старик с номером 80 на груди, маленький толстый парень с цифрой 13, худой мужчина в очках, он был 55-м, и та девушка. На ее груди красовалась единица. На футболке Макса были две восьмерки. С грохотом дальняя стена отъехала в сторону, и игроки увидели гигантскую куклу, перед которой опять стояли люди в красных костюмах. Голос из динамиков сообщил, что начинается новое задание. Вышел человек в черном костюме. Все поняли, это главный. Он громко рассказал всем, что задание заключается в следующем. Пока кукла не смотрит на них и повторяет считалочку, они должны бежать вперед. Как только она поворачивается, все должны остановиться и затаить дыхание. Дышать нельзя до тех пор, пока она смотрит. Тот, кто вдохнет, выбывает. Девочка отвернулась и раздалась считалочка. Тише едешь, дальше будешь. Раз, два. Игроки бежали, жадно хватая воздух. Но через секунду кукла повернулась. Все остановились и перестали дышать. Она смотрела и не отворачивалась. Первым закашлял мужчина в очках. В ту же секунду в его шею вонзился дротик. Он пытался его вытащить, но тут же рухнул на пол. Гигантская кукла отвернулась и снова начала свою считалочку. Игроки побежали вперед. До красной черты оставалось совсем немного, когда ее лицо снова уставилось на них. Все зажали нос и рот руками. Кукла смотрела и смотрела. Задерживать дыхание дальше не было сил. Макса охватила паника. Вдруг справа кто-то громко вздохнул. Это был толстяк. В его ягодицу тут же воткнулся дротик, и он рухнул лицом вперед. Кукла отвернулась, и оставшиеся игроки смогли добежать до финишной черты. Мужчина в черном сообщил им, что они проходят в следующий тур. Игроки вернулись в ангар. Остаток дня они решили поспать, чтобы перед новым состязанием быть сильными. Следующее испытание называлось «Смертельная схватка». Игрокам объявили, что им предстоит сойтись в бою с одним из тех, кто носит красный комбинезон. Драться надо будет резиновыми дубинками, и делать это предстоит с завязанными глазами. Игра до первого выбывшего участника. Лидер в темном одеянии ткнул пальцем в Макса и сказал «Ты первый». Тот поднялся. Навстречу ему вышел крупный соперник в красном комбинезоне и черной маске. Игроку завязали глаза, и он тут же получил удар по голове. Ярость охватила Макса. Он стал махать дубинкой из стороны в сторону, и в какой-то момент почувствовал, как со всей силы кого-то ударил. Он услышал стон, и тут же голос сверху сообщил, что испытание окончено. Макс тянул повязку. На полу лежал старик. Он был без сознания. Позже девушка рассказала, что как только ему завязали глаза, вместо красного, перед ним поставили ничего не подозревающего деда, которого Макс и вырубил. «Это не честно», — сказал парень. Перед тем, как мы продолжим, я вам расскажу одну небольшую историю. Жил-был один художник-аниматор, который старался для своих подписчиков рисовать анимации как можно чаще и делать их как можно круче. Но он сильно грустил и расстраивался, когда его истории набирали очень мало лайков. Давайте не дадим аниматору грустить, и поддержим его лайком под этим видео уже сейчас. На следующий день было новое испытание. Оно называлось «Последний вдох». В центре помещения стоял огромный стеклянный куб, наполненный водой, который по размеру был, как небольшая комната в квартире. На самом верху от одного бортика к другому был перекинут мост, на котором сидели игроки, а по бокам стояли люди в красном. К ноге каждого из участников замком была прикована цепь, другой конец которой вел к чугунной гире. Мужчина в темном одеянии снизу прокричал, что на счет три гире каждого будет брошено в воду и утянет их на дно куба. Но там есть ключ. Кто первый его найдет и откроет свой замок, тот выиграет. Люди в красном взяли гири и занесли их над водой. «Я Макс, и кажется, ты мне нравишься», — сказал восемьдесят восьмой. «Я Элис, жаль, что мы не встретились раньше», — грустно улыбнулась она. И в эту минуту груз каждого полетел на дно, увлекая их за собой. Прикованные к гирям, путаясь в цепях, задержав дыхание, они пытались найти ключ. Но его нигде не было. Они шарили по дну руками, и первым его нашел Макс. Воздуха оставалось ровно на то, чтобы повернуть ключ в замке, отцепиться от гири и всплыть. «Люди в красном и их лидер наблюдали за этой агонией». Макс подплыл к своему грузу и вдруг увидел, что девушка ему улыбается. Она прощалась с ним. Она поняла, что проиграла. Неожиданно парень метнулся к ней, вставил ключ в ее замок и повернул его. Удивленная Элис поплыла наверх. Макс решил вытащить ключ и открыть свой замок. Пусть они оба проиграют, но останутся живы. Но тот застрял. Он понял. Открыть можно было только один механизм. Это был конец. Он поднял голову вверх, где Элис жадно хватало воздух. Его брат так и не узнает, что Макс своей жизнью оплатил его долги. Легкие стали гореть огнем от нехватки кислорода. Теряя сознание, он увидел, как один из тех, кто был в красном, схватил пожарный топор, висевший на стене, и дважды ударил по кубу. Огромная трещина пересекла его поверхность. Стекло лопнуло, и вода вместе с игроком хлынула наружу, смывая всех на своем пути. Хватая воздух ртом и пытаясь отдышаться, Макс увидел, как тот же охранник в красном выхватил у одного из коллег пистолет с дротиками и начал по очереди стрелять в охранников. Последний выстрел был в сторону лидера. Отравленная игла воткнулась ему прямо в лоб, после чего он рухнул на мокрый пол. Спаситель снял маску с лица, и Макс увидел своего брата. «Что ты тут делаешь?» Вместо ответа парень выхватил из кармана ключ и освободил щегла. Затем протянул руку девушке, и все трое побежали в сторону выхода. Сидя в лодке посреди моря, Макс узнал, что его брат Стас вовсе не пропал, а отправился на поиски денег. Он поставил все, что у него было в казино на цифру 88 и выиграл крупную сумму, а потом еще раз рискнул и снова выиграл. Этих денег хватало, чтобы отдать долг, но одноглазый сказал, что продал брата тем, кто устраивает игры в кальмара, и долг выплачен. А если он хочет вернуть Макса, то должен поспешить. «Корабль со спящими игроками отходит с минуты на минуту». В последний момент Стас успел на корабль, где вырубил одного из организаторов, переодевшись в его костюм. «Жаль, мы не забрали с собой деньги», – прошептала Элис. «Денег у нас много», – сказал Стас. «Я же выиграл в казино». Если тебе понравилась эта история, и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами! Субтитры сделал DimaTorzok